Добрый день! Я хочу сказать о том, что меня зовут Наталья. У меня двое детей. Сын Богдан, которому 8 лет, и дочка София, которой 6 лет. Мы проживали в городе Харькове до войны 2022 года. А когда началась война, мы сидели у себя дома, в квартире. И получается о том, что мы не уезжали. И мы ночевали в коридоре, одетыми, то есть в тамбуре. Прятались в подвалах. Думали, вот закончится война. А так получилось, что оно все продолжалось. Когда терпение уже лопнуло, и просто уже страх настал. Когда уже начали вертолеты летать над домом, и танки под домом ездить, получается, на окраине. И нам пришлось, мне пришлось взять детей и уехать. Но мы уехали в Киев. Но там тоже было страшно. Но мы поселились временно у подруги. И как-то более немножко успокоились. Дети первое время вообще не могли выходить на улицу, потому что они боялись. Жизнь изменилась, потому что мы до такой степени все в страхе. И что это действительно тяжело. Сейчас мы живем в Киеве, снимаем квартиру, арендуем. Все деньги, которые мы получаем от государства, переселенческие, ну как говорится, мы платим за квартиру плюс коммунальные услуги. Потому что никто так просто не, ну, не сдаёт, ну, не отдаёт квартиру. Поэтому мы живём там. Дети, ну, как более-менее спокойнее, но не сильно. Получает, деньги получаем. Я мать-одиночка. И получаю ещё до государства деньги на детей. Но уже шесть лет ребёнка исполнилось, поэтому деньги прекращаются. И на данный момент, что хотела, больше всего боимся, что война... Как бы мы хотим победы, но очень боимся, что эта война затянется очень надолго. Поэтому мы просим помощи для моих детей, для еды и для проживания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...